Всем привет! Вопросы-ответы. Получается, у нас четвертая часть. Сейчас прям буду зачитывать все в разнобой. Нет какой-то большой одной темы. Так, сразу приступаем. Что по позу ввоза камней и украшений в России имеет ли смысл открывать свое дело, связанное с камнем в России? Да, конечно, имеет смысл. Налоги большие, нужны лицензии, связи нужны. Это все долго, но все равно имеет смысл. Особенно, если вы покупаете где-то из первых рук, из вторых рук. Я много раз пересчитывал, если покупать на выставках в Гонконгах, в Бангкоках, что бы они там ни рассказывали, ни говорят, что мы тебе там на 600% дешевле, чем обычно, чем сами покупали, продаем. Все равно это получается дорого, и налоги седают почти все. Там уже надо что-то мутить, чтобы выжить с налоговой. А мутить я, честно, не люблю, не хочу, поэтому это не мой вариант. Но вообще смысл есть, это выгодно. Посмотрите, сколько ювелирных магазинов. И очень часто два момента. Что в России санкции и кризис, и поэтому, наверное, это не востребовано. Это ошибка, посмотрите Forbes и все, в любой кризис, и этот кризис не исключение. Богатые люди становятся богаче, их становится больше. А это, несомненно, рассчитано на людей с достатком выше среднего. Второй момент, что вот мне пишут часто, ты знаешь, я не бедный, я там водею таким-то бизнесом. Ты знаешь, ни сам я, ни моя жена, никто из моего окружения ко мне не носит, значит, они не востребованы. Это тоже ошибка, это неправильно, я приводил пример. Я когда-то в юности мечтал о Харлее, но ни у кого из моего окружения не было ни одного Харлея, да? Ну, какой дурак будет покупать мотоцикл, который стоит дороже машины? Ну, только идиот какой-то, это я шучу, конечно, да? И мне казалось, что их вообще ни у кого нету. А когда я купил первый, а потом второй, и у меня круг вообще не поменялся, я стал понимать, ну, мне стало казаться, что Харлея есть вообще у всех, что людей без Харлея, их практически нету в Таиланде. И в Москве тоже я приезжаю, у меня там все товарищи, друзья, байкеры, я сразу иду на какую-то тусовку, в какой-то бар, клуб, где тоже у каждого по два, там Харлея по одному, у кого-то по три. Все как-то касаются этой темы. Мне кажется, блин, и в России тоже у всех Харлея, раньше было не так. Но то же самое с камнями, то есть это вот ошибочное мнение. Так, хочу себе дешевый, крупный, драгоценный камень, неважно цвет, качество, огранки и т.д. Хочу, чтобы он был побольше размером. Так, мне нужно сделать в этом камне отверстие, чтобы повесить его как брелок на ключи. Вот, ну я, кстати, не стоит смеяться, если кто-то из вас решил, что это смешно. Вот, я себе тоже сделал брелок на ключи, серебра с драгоценными камнями, такой черепок там у него в глазках, камень драгоценный, я пока не привесил его на шнурок какой-то, поэтому еще не снимал видео, надо будет снять. Вот, ну смотрите, здесь все зависит от бюджета. Если это пара тысяч долларов, то можно какой-то найти гранат, так себе качество покрупнее, можно найти турмалин, можно найти не ювелирный черный звездчатый сафир, где много включений, какой-нибудь вот такой вот, да, там крупный. Я таким встречал, поэтому пишите в личку, найдем, просверлим, носите. Вот, о, слышите, молиться начали. Мечети. Так, есть ли в планах поездка на добычу рубинов, александритов, синих сафиров и изумрудов? Да, конечно, есть, везде собираюсь, везде поеду. Собственно, это моя работа, мой образ жизни ездить на всякие добычи в разные страны, поэтому раньше я просто не снимал, сейчас все снимаю для семейной картотеки, для личной, видеотеки, и, собственно, для вас тоже. Почему бы тебе не сделать рубрику лучшие камни за все время, год, месяц, неделю? Мне просто некогда, это нужно просматривать тысячи видео, потом выбирать самые интересные, потом из них еще лучше, еще лучше, но это реально дни. Это дни, у меня нет этих дней, у меня тут часов нет, поэтому, ну, в смысле, не часов, которые носят, а несколько часов в неделю, я не могу себе позволить в данный момент тратить на это. Вот, то есть, работы очень много. Сдавал ли ты анализы на ВИЧ? Конечно, сдавал. Дело в том, что иностранцы, которые живут и работают в любой стране, вот, я иностранец, который живет и работает в Таиланде, мы стоим на учете. В России то же самое, просто вы не иностранцы, как правило, вы об этом не знаете. Мы раз в полгода, мне кажется, или раз в три месяца, раз в полгода, мы сдаем на всякий ВИЧ, сифилис, трипер, все анализы, туберкулез и все остальное, правительство это контролирует, чтобы, ну, понятно, что это не против европейцев, это чтобы всякие бирманские камбоджицы не завозили массово какие-то болезни, да, ну, и нас тоже проверяют, плюс я застрахован, у меня дорогая страховка, которая подразумевает ежегодное полное обследование, плюс возраст, мне уже 40 плюс лет, я поэтому полностью обследуюсь регулярно, и на все это всегда сдаю, вот, и вам советую. Так, что думаешь по поводу использования телефона Oppo Find X3 Pro в твоей профессиональной деятельности, у него микроскоп и 10-битная камера, вот, за это спасибо, не знал про такую штуку, по гугле, почитаю, посмотрю отзывы, если действительно вещь куплю, спасибо. Так, о народах и камнях, у всех свои вкусы предпочтения, есть ли у различных народов свои предпочтения в камнях, спросительный знак, я узнаю, что только, что китайцы любят не фриит, а другие народы, ну, во-первых, да, это очень интересная тема, я потихоньку собираю инфо об этом, что-то уже рассказывал про тайцев, да, очень много мне рассказывает шаман, и это все выражается в наших амулетах, которые мы делаем, китайцы любят не только нефрит, у них есть заморочка по каждому камню, вообще по каждому, в первую очередь, больше всего, они любят красные камни, все, что есть красного, они скупают вообще все везде, и в том числе китайцы приняли очень большое участие в том, что красные рубины, красная шпинель, красные гранаты, очень сильно выросли в цене, и продолжают расти с огромной скоростью, у китайцев миллионеров больше, чем жители в России, естественно, они хотят и камешки тоже, поэтому они на рынок оказывают очень большое влияние, да, надо создать такой цикл, видите, у меня сейчас очередной период, этап бурного роста компании, я нанял еще несколько людей, и сейчас их обучаю, то есть, когда у тебя новые люди, ты делаешь всю работу, которую делал раньше, плюс ты обучаешь их, плюс ты контролируешь все их косяки, а их довольно много, поэтому у тебя работа становится больше на какой-то период, потом у тебя ее становится поменьше, и в принципе, да, мне эта тема очень интересна, она вплотную связана с этнографией, да, вот, как какие-то народы относятся к каким-то камням, какие у них легенды связаны с этим, нужно об этом запустить цикл передач, так, почему добывающие организации не поставят солнечные панели, да, почему ставят, я видел кое-где панели, но вы же знаете, что они всегда себя оправдывают, вот сейчас, например, будет два месяца дожди фигачить, да, и что, ну, эти панели, они не пригодятся, потом, а в Африке очень важно, и здесь, как ни странно, холодно ночью почти везде, ну, понятно, что Занзибар это островок в трапистиком океане теплом, да, а вот там, где был, вот в Саванне, в основном ночью прохладно, или даже холодно, и поэтому, а влажность очень высокая, поэтому утром часов до 11 туманы густючие, вот, посмотрите видео про Мохенги, там все это видно, тоже панели, все, ну, то есть, видимо, финансово не оправдывает себя, потому что везде в основном стоят генераторы бензиновые, так, если им в Африку привезти контейнеры тушенки армейские, они будут покупать ее, я не думаю, здесь очень радостно животноводство, свиноводство, птицеводство, коровы у всех, все едят свежатинку, зачем им, ну, действительно, очень много, скотины разводят, очень много, зачем тушенка нужна, думаю, что это не очень хороший бизнес-план, так, Мохенги, а, цена килограмма говядины на рынке, не знаю, не покупала ни разу, могу вам сказать точно, что большая, взрослая, нажористая корова, если ее Масай сдают на мясо, на мясокомбинат, стоит 1000 долларов, вот, дальше можете посчитать там, сколько там в ней полезного веса мясного, все это разделить, и получите примерно сумму, так, Мохенги инвест, например, если я купил Мохенги за 10 тысяч долларов, через год он стоит 20 тысяч долларов, сколько вы возьмете, сколько процентов возьмете за продажу, ну, во-первых, он не будет стоить через год 20 тысяч, если вы купили за 10, через год он будет стоить 1013-14, да, вот, тут у нас, я, как правило, преследую задачу купить за 10, то, что уже стоит 1013, а купить это за 10, да, тогда получается, что вы уже на стадии покупки зарабатываете, а через год он будет стоить 1015-16, вот, это более реальные цифры, то есть, важно правильно купить выгодно, так, и, когда цена вырастет, и вы захотите это продать, я это продам, камень будет у вас, то есть, как это происходит, у нас есть видео камни, у нас есть все его данные, сертификаты, я человеку отправляю, он говорит, да, мне нравится, я покупаю, я даю ваш номер счета, он скидывает деньги вам, а вы ему отправляете камень, то есть, мне ваш камень, чтобы его продавать, не нужен, чтобы все спокойно спали, я то, что у меня не лежит полный дом чужих камней, вы то, что ваш камень у меня, не здесь, но продаю его, не продаю, может продал уже давно, денег нету, да, вот, я беру это 10 тысяч долларов, от наценки, то есть, мы, например, образно говоря, наценили 5 тысяч, то есть, я беру себе 500 долларов, вот такая ситуация, вы отправляете мне эти деньги, после того, как вся сделка полностью завершена, тот человек получил ваш камень, вы получили его деньги, да, так, дальше, так, тут сложный, длинный вопрос, про метисты, какие бывают, я вот слушал, что бразильский метист и русский чем-то отличаются, вот, что продают в магазинах, какие самые красивые метисты, на ваш взгляд, ну, вот смотрите, есть, метисты много где добывают, да, я их делю на веселые и невеселые, как многие камни, ну, вот, русские, тайские, ланкийские, метисты, бирманские, афганские есть, они и так себе, ну, вот они такие, темно-фиолетово, такие, блекло-бледные, если вы не видели других, то вам может показаться, что они вроде так и ничего, стоят они совсем недорого, подделывают их в громадных количествах, это вот заблуждение, и ошибка считать, что, дешевые камни не подделывают, подделывают, до хрена, я видел этот, очень много поддельной бирюзы, и знаете, я что видел, я видел, малахит, малахит, это же вообще, по сути, медная руда, да, просто какой-то белый камень, крашеный из баллончика, и на нем прям кисточкой, вот эти вот, малахит, помните, там такие узоры, да, белесая, этот, зеленая потемнее, посветлее, кисточкой, кто-то нафигачил, вот эти узоры все, ну, не знаю, китайцы, наверное, или индусы какие-нибудь, то есть, даже это подделывают, он толком-то и ничего не стоит, я видел в Питере, к сожалению, вот что-то ступило, не сняло, мне показывал человек, говорит, смотри, поддельный малахит, прикольно, так вот, аметисты подделывают, повеселее аметисты в Бразилии, они такие неоновые, имеют эффект очень приятный, и такие они матовые, какие-то теплые, погуглите, да, и есть самые крутые в мире, самые веселые, самые яркие, это аметисты из Руанды, я не раз их показывал, посмотрите мои предыдущие передачи, там я очень часто много их показываю, вот, они просто какие-то волшебные, там те же самые вроде элементы, но чуть-чуть по-другому все сложилось, они прям огонь-огонь вообще, синий-фиолетовый, такие яркие, с неоном эффектом, их добывали очень мало, очень интересный момент, там, значит, на местах добычи, естественно, все начинали коррумпировать, и ФСБшники местные, и военные, и полиция, и все подряд чиновники, да, и после многократных попыток побороть эту коррупцию, правительство признало, что пока они, у них не получается, а денег, чтобы как и вокруг танзанитовой добычи, просто поставить огромную стену с колючей проволокой, и с электричеством, и с камерами, и поставить войска на входе, денег таких нет на данный момент, да, или там есть более важные дела, поэтому добычу пока закрыли, просто закопали, зарыли эскаваторами, все, в Руанде, на руках еще какое-то количество есть камней, я потихоньку их выкупаю, и продаю, заказов у меня много, около 20 постоянно, то есть, я нахожу 5 камней, 5 новых заказов беру, еще нахожу, отдаю, еще беру, вот у меня все время в работе, там несколько десятков заказов, руандийские аметисты, просто огонь вообще, стоит, сейчас даже помню вам, скажу цены, 10 каратник, стоит 1800 долларов, мне часто пишут, а можно там по полу каратика, по одному каратику, аметисты, как и танзаниты, как и гранаты, они когда мелкие, они очень бледные, вот, то есть, они свой цвет теряют, поэтому, вот мы, ну, от 5 каратов, я могу найти, да, какие-то яркие, очень крутые, вот, так, дальше, вот, некий Алекс Роликс написал, ах ты, ковидный шпинель, палево, вот, ну, зачем, если ты малолетний дебил, ну, как бы, ты же выглядишь, как дебил, реально, да, зачем ты это пишешь, так, вот, живу в Европе, поженился недавно, жена тайка, ее семья очень известная в Бангкоке, но они мусульмане, так как цеременял свадьбу, принесли с ковидом, ее родители хотят прилететь, познакомиться поближе, может, будут какие-то советы, что можно сделать, на что обратить внимание, ну, 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 как бы, как бы, в этих делах я эксперт, у меня тоже были когда-то отношения с тайкой, и, ну, конечно, не это, не уличная тайка, не которой, на самом деле, из Лаоса, из Камбоджи, да, так, по юности у меня были отношения с образованной девушкой с хорошей, ну, и, собственно, я очень-очень много раз, я, у меня есть очень близкие друзья тайцы, я приезжал к ним в деревне, месяцами жил у них в деревнях, гостил в Бангкоке, в городах, и, то есть, ну, считаю, что тайскую культуру я немного понял, да, вот, на что стоит обратить внимание, а, и, кстати, я много раз тайских друзей возил в Москву, в Питер, в Россию на пару месяцев, тоже знаю, там, какие могут быть сложности, ну, во-первых, у них есть такая манечка, им нужно несколько раз в день мыться, и каждый раз, когда они помылись, они меняют одежду, то есть, переодеваются, это связано, конечно, с климатом, то есть, они помешаны чистоплотности, и, я разделяю это отношение, то есть, вот, здесь, в тропиках, если ты в футболке походил полдня, у тебя есть возможность переодеть ее, лучше переодеть, это приятно, да, потому что очень влажно, вся одежда сырая постоянно, вот, особенно, если ты где-то движешься на улице под солнцем, вот, и если в России можно дня три не мыться, и ничего особенно, урона здоровья не будет, если здесь, три дня не помыться, ну, тоже тяжело, сложно, потому что постоянно потеешь, вот, вот, как следствие, нужно им организовать какую-то стирку постоянную, потому что они не смогут с собой привезти, там, 50 комплектов одежды, они привезут с собой комплектов по 10, в нашем понимании это много, она у них кончится через три дня, через три дня у них не будет чистой одежды, вот, поэтому им нужно выделить сразу стиральную машинку, большую, много порошков дать, чтобы они сами стирали, постоянно, каждый вечер свои вещи, или показать, что смотрите, вот прачечная, сдавайте туда, прачечная должна быть, как это экспресс, очень быстрая, иначе у них быстро закончатся чистые вещи, и нужно будет их везти по магазинам, все покупать, вот, следующий момент, это еда, очень многие тайцы, особенно, которые в возрасте, не могут адаптироваться к нашей еде, как бы они не хотели, тайская еда очень яркая, там очень яркое сочетание острого, кислого, сладкого, и вообще куча всяких специй, да, вот, и они думают, так как тайцы мало и редко путешествуют, они думают, что везде еда такая же, и все ингредиенты при желании можно купить где угодно, и когда они приезжают в Европу или в Россию, они с удивлением узнают, что то, что у нас считается острым перцем, это какая-то вообще полная хрень без вкуса, и там никакой остроты нету, они спрашивают, а где можно купить солонэ, колонка и плик, а я говорю, что у нас такого нету, или вот в этой стране, в Испании там, или там в Германии такого нет, они спрашивают, как же там живут люди, вот, поэтому нужно заранее продумать вопрос питания, для них это очень важно, они как дети, вот, вот дети говорят, я не буду макароны, и пипец, и все, вот тайцы так же, очень многие продукты питания, они просто физически не могут употреблять, вот, то, что нам кажется супер-мега вкусным, а если там нет килограмма специй, им кажется, вообще, что-то безвкусная, какая-то фигня, вообще, непонятная, поэтому, по поводу еды, по поводу специй, если они будут готовить дома, где вы будете брать специи для них, важный вопрос, у вас наверняка есть какие-то тайские магазины, нужно пойти поговорить с водельцем, спросить, есть ли в больших количествах специй, вот, к вам ожидается вот столько тайцев, им нужно будет в день такое количество таких-то специй, можно ли это все покупать у них, если они будут питаться в ресторане, нужно пройти проинспектировать этот ресторан, очень часто еда адаптированная, типа а-ля, как бы тайская, тайцам ни хрена не прокатывает совсем, вообще, то есть, они говорят, извините, что это, отодвигают, вот, я пытался много раз их подсадить там, на ливье, на пельмени, на борщ, не прокатывает, вообще никак, 99% не могут адаптироваться к безвкусной еде, а для них она безвкусная, я это почувствовал на себе, когда ты ешь это все яркое годами, потом пробуешь пельмени, такой, блин, а мне казалось, они как-то это, они какие-то, ну, вообще безвкусные, они как-то поярче, вроде раньше были, вот, это все объяснимо, вот, плюс еще один нюанс, о котором нужно знать, тайцы едят, очень много раз за день, если есть возможность покушать пять раз, они едят пять раз, вот, они так устроены, что у них, не разносит их тут же плюс 20 килограмм, то есть они толстеют на бегу, вот, вот, ну, еда такая, опять же, связана со специями, с климатом, обмен веществ у них другой, они едят, вот, если можно пять, они будут кушать пять раз в день, и они не привыкли, что мы можем там поесть два раз в день, если много было работы, забыл позавтракать, забыл пообедать, они так быстро выйдут из строя, сломаются, то есть им обязательно надо завтрак, между завтраком и обедом, обед, между обедом и ужином, ужин, и потом перед сном еще возле телевизора что-нибудь скушать, они как хоббиты, короче, в этом смысле, вот, так, еще один момент, у них не принято показывать пальцем, причем они прекрасно понимают, что вы иностранец, можете быть не в курсе, но обидеться все равно могут, не принято показывать пальцем на них, на людей, не принято звать их вот так, вот, это считается оскорблением, звать нужно только вот так, и, такой момент тоже, их можно сильно обидеть, если, значит, мы сидели как-то в кафе, у нас был низкий столик, я, чтобы ногу на ногу закинуть, да, я ногу поднял, провел, получается, над частью стола, вот так вот, так, вот, эту всю еду выбросили, заказ, ну, в смысле, оплатили заказ в ресторане, сказали, позвали в санк, сказали, отнесите, выкиньте это все полностью, потому что с нами вот один малолетний дебил сидит, который не знает нашей культуры, причем, если вы спросите у них, а почему, так они скажут, это плохо, а что именно плохо, ну, плохо и все, если копнуть, я люблю очень копать везде всегда, да, то получается, что по их поверьям, все злые духи, это духи земли, то есть, глазы порчены, говоры, болезни нам приносят злые духи, они могут быть от кого-то, допустим, там соседка сглазила, там, допустим, ах ты проститутка, там, на девушку сказала, да, чтобы ты померла, это она, вот эту негативную энергию, отдает какому-то злому духу, а он уже сбежит за девушкой, отдает ей, вот эти духи перемещаются по земле, так как они духи земли, они не летают, и они цепляются к пяткам, к стопам, к ногам, да, вот, все, что есть плохого, сглазы порчены, наговоры, проклятие, болезни, это все у нас прилипает к ногам, и если в сторону человека вытягивать ноги, вот когда мы сидим на полу, например, или на диване, вот я лежу на диване, вытянул ноги, здесь тайцы ходят передо мной, ноги надо поджать, убрать куда-то, им будет неприятно, они могут обидеться, вот, ногами нельзя, над едой, перешагивать, над столом, вот как я ногу на ногу перекидывал, то есть таким образом, ты злых духов передаешь в этой еде, соответственно, с едой они попадут в людей, причем, они этого всего могут не знать, у них просто считается, это признак дурного тона, почему так, они не знают, ну, например, как, я всю жизнь называл немцев немцами, мне было лет 12, я такой, типа, немцы, это же не мы, означает, ну, типа, немцы, люди, которые не могут говорить, да, то есть, многие вещи мы знаем, мы их используем, но мы часто не знаем значения, вот, со многими тайцами точно так же, это совершенно нормально, так, ну, и еще один момент, в Таиланде, очень, очень принято, очень распространена такая, фича, сидеть на земле на полу, на асфальте, на бордюре, на ступеньках, на полу дома сидеть, дело в том, что, там у нас, все всегда теплое, да, и то, что ты сидишь на полу, никаких проблем, они не понимают, что произошло, куда они попали, приехав в какую-то северную страну, они также начинают везде садиться, сидят на полу, на асфальте, на бордюрах, на ступеньках на улице, на земле, за городом, на шелки мы поехали, стараются сесть сразу, просто, вот, голой задницей, ну, в том смысле, в штанах, в юбке, там, в шортах, в джинсах, да, ничего не подкладывают, дома на полу садятся, на цементный пол, и у них, естественно, тут же циститы, простатиты, геморрои выскакивают, и все остальное, они не понимают, что случилось, почему, вот, нужно это дело им объяснять, и очень сильно контролировать, им объясняешь, они говорят, да, да, хорошо, я понял, я могу застудиться, у меня будет цистит, тут же отходят, садятся на пол, на цементный, ну, вроде так, все основное, самое главное, и серьезный, рассказал, вот, так, листаю пока, так, вопрос про безопасность, как не боитесь кататься, наличкой по Африке, там доллары, да, тут доллары, в каких-то крупных торговых центрах, ну, в смысле, не супермаркеты, а я имею в виду города, где происходит какая-то торговля, движуха, где есть туристы, Занзибара, Руша, Дар-Асалам, там, в доллары, можно рассчитаться даже в магазине, или в отеле, да, в провинциях, не знаю, что это такое, как так же, как в России, если ты бабуле на рынке будешь пихать доллары, она скажет, что это такое, убери антихрист, я не знаю, что это, дай мне наши рубли, да, здесь то же самое, как и не боюсь, ну, есть смеленные правила, то есть, я нигде никогда не свечу деньгами вообще, у меня нет кошелька, в принципе, вообще нету, то есть, ну, он где-то у меня есть, но он лежит где-то в Таиланде дома, я никогда не снимаю там больше 200-300 долларов с карточки, если это какая-то сделка важная, у меня доллары всегда в отеле в сейфе, да, лежат, если важная сделка, я приглашаю людей к себе в отель, они приходят ко мне в номер, я им отдаю деньги, деньги я подготавливаю, пересчитываю, достаю нужную сумму специально, если у меня, допустим, 10 тысяч, а мне нужно сейчас дать 3, я эти 3 готовлю заранее, чтобы эти люди не видели, что у меня есть еще, где они у меня есть, да, вот, в принципе, я уже привык, сейчас много лет путешествую, меня грабили когда-то еще в самом-самом начале, пару раз меня грабили в Бразилии, два раза ограбили, но я уж тогда знал, я больше 40 долларов с собой не носил вообще никогда, да, вот, нужно одеваться, я уже поднимал этот вопрос, нужно одеваться, во-первых, не одевайтесь как туристы, никогда, не носите, обычно что делают, ну, те же самые русские, не только русские, да, прилетели на Занзибар, пошли в местную сувенирную лавку, купили себе белые балахоны с надписью Акуна Матата, шляпу купили соломенную с надписью Занзибар, или там Танзания, или там I love Занзибар, да, вот, фотоаппарат с такими объективами и поперли, ну, вот, ходить в этих белых балахонах, в коротких белых шортах, в белых штанах, в каких-то сарафанах с цветочками в пляжных, да, ходить, это все равно, что просто написать табличку, извините, я прилетел вчера, пожалуйста, меня грабьте, я лох, ну, вот, типа такого, да, я много лет был переводчиком, то есть, как получилось, я хорошо знаю тайский, говорю почти как по-русски на тайском, да, вот, и у меня прямо возле дома полицейский участок в Таиланде, был в одном из мест, где я много лет жил, там, да, в Паттайе, я тогда работал гидом, с туристами что-то случилось, ну, допустим, их ограбили, там, или обворовали, они пришли в участок, тык мы, ничего объяснить не могут, позвонили мне, я приехал, все объяснил офицеру, офицер говорит, слушай, у нас очень много русских украинцев, казахов, якутов, всяких разных из бывшего СССР, туристов приезжает, с ними что-то случается, там, тупо паспорт потеряли, да, нужно написать заявление, не могут ничего сказать, ты не мог бы, когда прям какой-то экстренный случай, мы тебе будем звонить, ты будешь приходить, это бесплатно все, на волонтерских началах, да, я согласился, почему, потому что я сам юрист по образованию, мне интересно дело производства, опять же, случай посмотреть, что вообще происходит, я, очень много лет этим занимался, с удовольствием, да, посмотреть вообще, какие истории бывают, и когда ловили грабителей, которые ограбили, шла русская девушка, по улице, или там, русский мужик, подъехали, сорвали сумочку, тут же их тайцы сбили с мотоцикла, там, упаковали, арестовали, привезли, вызвали полицию, привезли в участок, вызвали меня, чтобы взять показания у этой девушки, и мы спрашивали преступника, почему ты выбрал именно ее, знаете, что они всегда говорят, вот все грабители поголовно, все грабители, все карманники, они говорят, что этот человек был одет как турист, вот, ребята, не одевайтесь как туристы, не ходите в светло-белой одежде, не ходите в шляпах с надписью Таиланд, Занзибары, Греции, Египет, Афины, и все остальное, не ходите с такими объективами, сейчас на эти, на телефоны уже снимают фотки, видосы лучше, чем на громоздкий автоаппарат, который вызывает очень много внимания, притягивает, очень много, не носите вы кошельки, не носите вы документы, паспорта с собой, вы когда вам нужно заплатить три копейки за ананас, и вы достаете кошелек, у вас там лежат документы, документы на машину, там, свидетельство о рождении, налички, допустим, долларов 500, но кошелек, вот такой толщины, из-за того, что в нем куча документов, да, и кредиток, там, всего остального, вы просто, ну, реально, на себя ставите метку, захват цели, для этих местных воришек, грабителей, а тут они, естественно, есть, как и везде, то есть, я специально, вот, у меня с собой в поездке только старые застиранные футболки, выгоревшие на солнце, нитки торчат, то есть, это не значит, что надо ходить как бомж, нет, я регулярно все стираю, но все вещи у меня не новые, дорогих вещей никаких нету, я не покупаю никаких сувенирных шмоток, вот эти белых балахонов, особенно, да, вот, у меня шляпа не туристическая, очки я стараюсь темные, лишний раз не одевать, потому что это тоже в темных очках, значит, турист, да, никакой техники у меня нету, вот, собственно, кошелька у меня нету, если я иду покупать ананас за 5 рублей, я отдельно в один карман кладу бумажку 5 рублей, да, иду и на рынке достаю из кармана только эти 5 рублей, больше у меня в карманах ничего нету, вот, барсетки носить, это вообще самоубийство, в принципе, то есть, у меня есть военная сумка, в которой лежат важные вещи, я ее только в поездке в саванну с собой беру, вот, мне сейчас нужно выйти из отеля, сходить в магазин, здесь грабят тоже, как и везде, в Европе везде грабят, в США грабят, везде, где есть туристы, везде грабят, я с собой беру одну бумажку, или там две бумажки денег, да, сколько мне нужно, вот, шорты, и иду покупаю то, что мне нужно купить, я не ношу с собой барсетку, кошелек, это, ну, как бы, это действительно опасно, хорошо, если просто вырвут, то, если ты на автомате начнешь все это не отдавать, порежут вообще без проблем, и вот пока я здесь, таких случаев уже было немало, тут и русских, и украинцев, и казахов резали, как бы, и не один раз, причем, там такое было, вот, дальше, встречали ли гопоту бандитов, конечно, встречал, и бывает, что, да, вот, едешь или вечером идешь, и явно стоят, ждут клиента, товарищи, и это не только здесь так, мы, позапрошлым году прожили 8 месяцев в Барселоне, казалось бы, Европа там, цивилизация, все то же самое, не привлекайте внимания, не будьте туристами, я, например, всем женщинам, всегда, всем туристкам, из моих групп, всем там, каким-то подругам, девушкам, всегда запрещал носить сумки, не носите с собой сумки, не носите, это реально опасно для жизни, очень часто девушка говорит, а у меня там это, там, не знаю, влажные салфетки, а если мне там и зеркальце, и тушат, у меня глаз потечет, что я буду делать там, да, блин, лучше ходить с потекшим глазом, чем с это, с порезанным горлом, да, например, потому что истории очень много, когда в сумке ни хрена важного не было, вообще, приезжали мимо, дернули, девушка на автомате схватила, не отдавала, ее пырнули ножом, она отпустила и поехали, а потом нужно стало думать, блин, а там у меня была пудра и помада, и нахрена я, как бы, получила этот нож, да, куда-то там, не знаю, вот, значит, дальше, что из оружия возите с собой, ну, смотря в какой стране, то есть, если совсем опасно, как на Мадагаскаре, или вот тут мы ездили, где рубины, там, криминальные были личности, у меня водители, как правило, я для таких случаев нахожу водителя, у которого есть оружие и разрешение на оружие, и он возит с собой, вот, когда мы ездили за рубинами, нам сказали сразу, что там могут ограбить, он взял пистолетик и мне, вот, ясно, что если бы я его применил, у меня были бы проблемы, но, знаете, лучше иметь проблемы потом, чем, это, тебя не будет вообще, вот так, что со скважиной в школе, в прошлый раз отвечал уже, нет ли желания поохотиться, на антилопу или буйвола, нет, категорически негативно к этому отношусь, считаю, ну, не знаю, возможно, кто-то не разделяет, моё мнение, сразу извиняюсь, но я считаю это глупостью, честно, что этих животных, ну, их осталось уже реально единицы на планете Земля, да, если особенно сравнить, с поголовьем крупного рогатого скота нашего, да, который люди разводят, этих антилоп, осталось, блин, три штуки, и на них ещё охотятся, ну, это уж какое-то извращение, ну, хочешь ты мяса, я так считаю, ну, пойди в магазине, купи вон свинину, говядину, она намного вкуснее будет, и убивать не надо никого, вот, часто говорят, мне рассказывают, что ты знаешь, вот, охотники нужны, потому что там, вот, какой-то старый баран, там горный козёл, он там всех терроризирует вокруг, не даёт молодым сам-сам крыть самок, а сам он их уже крыть не может, а вот охотник пришёл, его застрелил, ребята, они как-то миллионы лет разбирались без охотников, без вас, нормально совершенно, у них никаких проблем с этим не было, соберутся эти молодые самцы, значит, отлупят этого старого, и разберутся сами как-то, без вас, честно, вот, негативно отношусь к этому, кто-то говорит, а я использую охоту, как повод, чтобы погулять по лесу, блин, ну, возьми в топорад хороший, гуляй по лесу, не надо убивать никого, они реально исчезают, посмотрите, когда я выложу видос, вот, из Нгора-Нгору, да, там до горизонта эти антилопы бегут, и кажется, что их много, а когда смотришь на карте, этот заповедник, ну, это точка, вот иголкой ткнуть в карту, вот всё, эта иголка, она закрыла весь этот регион обитания, а там за заповедником уже всего этого нету, нет никаких антилоп до горизонта бегающих, там всё, там сельское хозяйство, промышленность, коровы пасутся, овцы, всё, дикая природа закончилась, вот, из заповедника вышли, и дальше нету, и это всё сохраняется благодаря, вот, каким-то патриотам, и фанатам, волонтёрам, как бы, и сейчас, ну, что-то случится, и вот горы-гору, допустим, обанкротятся, его закроют, или, не знаю, там, не дай бог, война в Танзании, гражданская какая-нибудь, ну, всё, пипец, мы потеряем этих животных навсегда, мы их никогда больше не восстановим, популяцию, никак, их просто не будет больше, и я не понимаю, зачем нужно охотиться, так, что говорят про Россию, сэр и коммунизм, да, ничего не говорят, меня сейчас спрашивают, а как вот там относятся к русским, ну, смотрите, ребят, вопрос, такой, да, кому вы лучше относитесь, к жителям Уругвая или Парагвая, мне кажется, вам одинаково пофиг, и на тех, и на тех, вот примерно так же относятся к русским, все знают Путина, опять же, потому что это медийная личность, президент большой страны, но, опять же, все знают и американских президентов, и там президента Кении, хотя, наверняка, никто из вас не знает, кто такой президент Кении, я, например, не знаю, вот, ну, то есть, они умеренно интересуются политикой, и, в принципе, как и везде, где я был, нигде, к сожалению, я пока, ну, не знаю такой страны, где сказали бы, русский, господи, мы обожаем русских, обожаем, просто вот русские, лучшие люди в мире, мечтаем жить в России, я вообще в душе русский, ну, это вам может залечивать какой-нибудь владелец сувенирной лавки, который хочет вам что-то продать, тут заход китайцы, он с китайцами на китайском тоже самое всем говорит, и немцам, итальянцам, и всем он будет говорить одно и то же, это его работа, многие, кстати, на это ведутся, не один раз видел, масаи говорят с французами на французском, на пляже, который, пляжный масаи, да, с немцами на немецком, с русскими на русском, и тут две русские тетки такие, ну, любят они все-таки русских, любят, ну, за что они не знают ничего про русских, они не были никогда в России, и для них вот русские, это как для вас уругвайцы, ну, нихрена они про нас не знают, и любить им нас не за что, вот, нейтрально они относятся совершенно, СССР знает, что был коммунизм, что была такая страна, и в принципе все, но вот, как вы относитесь к апартеиду, например, ну, вы слышали такой термин, и, наверное, многие из вас знают в общих, в общих словах, что там вообще происходило, да, а как вы к этому относитесь, да никак, нейтрально, вот, что бухают африканцы, африканцы нормально пьют, значит, пьяных можно встретить, и особенно тут на Зазибаре, тут вообще на Зазибаре уникальное место, можно встретить мусульмана лукашей, мусульман проституток, ну, то есть, женщины ходят во всем черном, запакованные полностью, или мужик в этой ночнушке, вот в этой шляпе своей, не знаю, как она называется, вот, он ходит молиться в мечети, с утра там, пять раз в день, Коран читает, но вечером он может нажаться просто до бесчеловеческого состояния, и валяться вот тут возле отеля, я много раз наблюдал, прямо в этой вот ночнушке, это не значит, что я отношусь негативно, именно к верующим, я просто рассказываю, как есть, да, я понимаю, что они тоже есть разные, но здесь много таких, вот, здесь я даже наблюдал, и мы ржали, значит, с водителем, здесь можно увидеть, например, мусульманин, алкоголик, гей, причем такой у него, он прям подкрашенные глазки у него будут, там губки, но при этом он тоже в этой ночнушке выходит из мечети и идет бухать, со своим бойфрендом, как бы, ну, здесь такое есть, вот, пьют что? Пьют все, и пиво, и вино, и здесь есть, и коньяк, и ром, и виски, и самогон местный, вот спрашивают, есть ли самогон, есть самогон, пьют, я не скажу, что все страна прям алкаши, но пить умеют, им это нравится, и подвыпивших вечером встретить можно, вот, на любом рынке есть хронические алкаши местные, тоже, то есть, эта тема присутствует здесь, в этом плане они нормальные люди, так, сколько у нас, о, 40 минут уже заговорился, ну, давайте пока прервемся, вопросов еще много, пишите, можно еще так, завтра могу прийти, пару часиков посидеть, или если я буду на момент выхода уже в Черногории, в Черногории могу сидеть записывать вам, всем счастливо, не болейте, берегите себя и родных,